здравствуйте мои дорогие снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так у нас марина и и январские ногти да да у меня феврале как я уже говорила или не говорила только скажу но в общем в январе у меня все клиентки пришли на коррекцию а феврале на нее забили в общем решили что февраль месяц короткий зачем там на коррекцию ходить собственно говоря и поэтому на коррекциях у нас на пол пальца отросшие ногти которые нам приходится приводить в порядок данном случае длину убирать мы не будем сохраним по максимуму и на эту длину сделаем новые ноготки подготавливаем наши ногти как обычно снимаем старое покрытие убираем материал праймер базовый гель все как обычно выпиливаем все расковыренные от слойки марина в данном случае призналась что это она их наковыряла отодвигаем кутикулу убираем триги наносим праймер базовый гель в общем все как обычно ну и переходирование моделировать мы сегодня будем с вами при помощи геля средней вязкости который самовыравнивающийся этим же гелем мы зальем таки практически по нашим ямкам по нашим дыркам он туда прекрасным образом строится и мы потом его выпилим изнутри и сверху получится у нас красивый целый без дырочек ноготь и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нам уже хочется весны, у нас уже 20 градусов тепла, у нас уже цветут какие-то цветочки по сторонам дороги. Поэтому мы решили Марине нарисовать весенние свеженькие, свежезелененькие листики. Продолжение следует... Продолжение следует... Под листики покрываем ноготочек вот таким вот полупрозрачно-розовым оттенком, делаем на него буквально-таки пару мазочков желтой краски и светло-зеленым и темно-зеленым цветом прорисовываем непосредственно сами листья. В сторис, когда я опубликовала эту работу, почему-то мне написали, что она осенняя. Не знаю почему, может быть камера немножечко перевирает. Вот этот вот зеленый, он не настолько с желтым отливом, он такой больше неоново-зеленый, поэтому он вживую смотрится очень свеженько, очень красивенько. Но на камере немножечко желтит, еще плюс вот этот желтый мазочек может быть действительно создает ощущение осенних листьев. Наш дизайн мы перекрываем матовым топом и поверх матового топа добавляем тоненькую черную прорисовочку. Все, собственно говоря, дизайн на этом готов. Вот такие дизайны, они всегда делаются очень легко, занимают минимум времени, но при этом потрясающе красиво выглядят. И самое сложное здесь, это, конечно же, вот эти вот тонкие линии. На самом деле рисовать тонкую линию, это действительно самое сложное в дизайне, это основа каждого дизайна. Ну а рисующие мастера всегда ценятся у клиентов, потому что, как бы там ни было, наши русские клиенты любят выделяться из толпы, любят разрисованные ногти, любят индивидуальный подход к созданию их красоты. Поэтому, если вы работающий мастер и еще не умеете рисовать, очень рекомендую вам научиться. И я могу вам в этом помочь на онлайн курсе тонких линий, ссылочку оставлю в описании, здесь была моя реклама, да. Но знаете, как приятно наблюдать за клиентками, когда они после всего вот этого, вот после всей прорисовки смотрят на ногти и просто не могут перевести дыхание, как им это нравится. Поэтому, надеюсь, вы это тоже умеете и повторите этот дизайн. Свои повторюшки можете присылать в инстаграме по хэштегу повторю за шелуновой, с удовольствием на них посмотрю. А еще у нас есть группа в телеграме, где можно тоже это все присылать, ссылочка на нее тоже в описании. В общем, короче, в описании очень много интересных всяких разных вещей, посмотрите, почитайте, поинтересуйтесь и давайте с вами пообщаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а у нас тем временем получились вот такие ноготочки. Безумно красивые, очень стильные, очень интересные. Надеюсь, вам понравилось. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok